Привет всем на канале Notic.ru Сегодня мы будем смотреть на Ultrabook ThinkPad X1 Carbon уже третьего поколения Это бизнес ноутбук от Lenovo, тонкий, легкий, прочный, дорогой И собственно перейдем к его внешнему виду Внешний вид кажется остался такой же как был у второго и первого поколений, но это уже третье поколение Итак, дисплей здесь 14 дюймов, 2560 на 1440 IPS сенсорный дисплей И при этом он полуматовый, то есть он не зеркальный, не матовый, он такой полуматовый, антибликовый Также существует версия без сенсорного экрана с таким же разрешением И существует версия Full HD Теперь что касается корпуса Крышка у нас сделана из углеродного волокна, ноутбук очень легкий и тонкий Крышка прочная, очень тонкая А дно у нас сделано, ну нижняя вся часть, она сделана из плава магния и алюминия Что примечательно, на задней грани есть лоток для микросим-карты То есть ноутбук у нас поддерживает 4G LTE сети Как и у всех ноутбуков ThinkPad, у нас очень строгий, такой стильный корпоративный дизайн Вот, кстати, как можно видеть, крышка бликует не очень сильно, крышка, а экран То есть такое полуматовое покрытие, очень сложно это объяснить Клавиатуру и тачпад здесь также переделали по сравнению со вторым поколением И посмотрим на порты Следует заметить, что порт питания совмещен с портом для док-коннектора, для дока специального И LAN, здесь Ethernet, внешняя сетевая карточка, то есть здесь свой собственный разъем Микросимка с задней стороны находится, толщина составляет 19 мм, а в самой толстой части, считая ножки Ну а вес составляет 1,4 кг, то есть тоже до 14 дюймов достаточно легкий Работает на процессоре Intel Core i7 5500U Это 2 ядра, базовая частота 2,4 и 3 гигагерца максимум турбобуст По сравнению со вторым поколением, производительность не так, чтобы прям уж сильно выросла Но немножко помощнее все это дело стало Теперь экран и углы обзора 14 дюймов, 2560 на 1440 IPS дисплей, сенсорное с полуматовым покрытием Углы обзора очень хорошие, но следует отметить, что яркость здесь не самая высокая То есть он мог бы быть поярче И вот летом, например, на солнце все это дело будет уже не так хорошо выглядеть Картинка будет немножко выцветать А углы обзора, повторюсь, и цветовой охват вполне на уровне Как я уже говорил, есть модель, где просто 2560 на 1440 без тачскрина И есть модель, где просто Full HD 1920 на 1080 также без тачскрина У нас топовая комплектация Динамика, здесь двое динамиков расположенных внизу Но звук такой обычный, стандартный, ничего особенного Не мультимедийная, особенно эта машина, она для бизнес-задач предназначена Теперь рабочая область и клавиатура Я уже говорил, весь основной каркас у нас из сплава магния и алюминия Вот здесь вот кнопочка включения, металлические петли, такие достаточно надежные на вид По сравнению с вторым поколением сильно переделали клавиатуру А наконец-то вернулись к стандартной раскладке Без всяких там странностей, как были во втором поколении То здесь просто обычная раскладка Ход клавиш превосходный, клавиатура закреплена намертво То есть клавиатура здесь стала действительно вот отличной, практически идеальная клавиатура Обладает светодиодной подсветкой, два уровня регуляции у нее яркости По умолчанию верхний ряд клавиш работает как мультимедийный Причем здесь есть интересные кнопки, как все приложения, переключения запущенных приложений, поиск, панель управления Здесь достаточно удобно Если нам это не нужно и нужны F1, F2, F3 клавиши, то здесь есть интересная функция FN Lock, мы нажимаем FN Escape, у нас горит лампочка на FN и как будто бы FN у нас всегда нажат То есть будут по умолчанию клавиши F1, F2, F3, что тоже достаточно удобное и интересное решение Во втором поколении было тоже достаточно спорное решение с тачпадом, который ходил ходуном И не было дополнительных клавиш для трекпоинта Здесь более классический вариант, в верхней части нажимается очень туго, в нижней части нажимается попроще То есть в общем-то обычный тачпад И что интересно, у нас как всегда на трекпадах, разумеется, есть красненький трекпоинт Но в отличие от второго поколения, здесь к нему сделали физические клавиши Три клавиши, что сильно облегчает с ним работу То есть не на тачпаде какие-то области, которые мы нажимали, а просто три нормальные клавиши То есть тачпад, трекпоинт, все в порядке с ним PageUp, PageDown около стрелочек, здесь также все стандартно Никаких совмещенных бэкспейсов и делитов тут нету Единственная проблема, наверное, FN, самая левая клавиша, а не Ctrl, но это можно пережить Температуру рабочей области можно видеть на экране 42,5 градуса, центр немножко греется под очень тяжелыми стресс-нагрузками И теперь посмотрим на дно Дно у нас вот такое вот, сплав магния и алюминия Кажется, что все это на самом деле пластик, но это не так Вот здесь вот вентиляционное отверстие, выдувается воздух на бок у нас Вот здесь вот двое динамиков находятся И откручиваем винты по периметру И достаточно просто снимаем крышку и смотрим, что у нас внутри находится Оперативная память распаяна на материнской плате, поменять ее нельзя В нашем случае это 8 гигабайт Вот здесь вот находится процессор И с правой стороны находится твердотельный накопитель форм-фактора M.2 на 512 гигабайт В нашем случае, бывает меньше, бывают версии, где оперативная память и 4 гигабайта Батарейка здесь 3180 мАч или 50 Вт-часов В тесте чтения ноутбук проработал 10-11 часов На стандартную работу можно уверенно рассчитывать часов на 7, то есть время автономной работы здесь весьма хорошее Простой ошибок системы охлаждения практически не слышен Ну и даже под высокой нагрузкой он достаточно тихий Что касается температур, то он не перегревается, 87 градусов на пике в жестких стресс-текстах Турбобуст работает на полную, 2.9 при нагрузке на оба ядра То есть с системой охлаждения здесь все в порядке Теперь посмотрим немножко на комплектацию Здесь есть пара интересных штучек Ну, во-первых, здесь зарядное устройство достаточно маленькое, компактное Разумеется, у него второй кабель, который в розетку обычный, 220 Вот так вот все это дело выглядит А дальше вот справа лежат две интересные штучки Это первое у нас, это переходничок для LAN, для Ethernet Как я уже говорил, там свой собственный разъем, вот красным колпачком закрыт Это для того, чтобы пользоваться Ethernet А это переходник с мини-дисплея порта на VGA Если нам нужно подключаться к аналогу монитора, то VGA у нас также присутствует Теперь подведем итоги про, собственно, X1 Carbon третьего поколения Дисплей, сам дисплей здесь весьма приличный Рамочка дисплея очень тонкая Как можно видеть, она же немножечко погребается, гнется Одной рукой открыть его нельзя Петли весьма тугие, что хорошо Максимальный угол раскрытия 180 градусов, что также бывает достаточно удобно Но вот повторюсь, кажется, что крышечка такая хлипкая Хотя это углеродное волокно Lenovo говорит, что проходила куча всяких испытаний То есть, ну я и верю, Carbon это хорошая штука Дальше, здесь клавиатура переделана, наконец-то стала нормальной Отпечаток пальцев никуда не делся Раскладка стала нормальной, без дурацких сенсорных клавиш Ну и Fn Control поменен местами, ну это всегда можно пережить Опять-таки к трекпойнту добавили клавиши дополнительные, что хорошо То есть здесь Lenovo проделала нормальную работу, прислушалась к отзывам пользователей А так все осталось по-прежнему Это старый добрый ThinkPad X1 Carbon Отличный корпус, тонкий, нешумная система охлаждения Все с ним хорошо, долго работает тот батарейки, такой элитный бизнес ноутбук У которого при этом есть поддержка, встроенная 4G LTE Ну а что касается производительности, Core i7 двухъядерный, достаточно мощный Конечно, в игры никакие здесь не поиграть Но именно для бизнес-задач, для которых он создан Этой производительности более чем достаточно, все с ней хорошо Топовая модель из обзора стоит 155 тысяч рублей Спасибо всем за внимание, до новых встреч, всем пока!